Еще одна из известных дворовых игр, лапта на Руси, она была одной из любимых народных забав. А император Петр I даже ввел лапту в обязательную воинскую подготовку. Солдаты учились работать в команде и продумывать на бегу военные хитрости. Тюменцы знают и любят эту игру и даже готовятся к чемпионату. Все подробности у Елены Старых. В конце июля в Великом Росе пройдет чемпионат России по лапте. А сейчас как раз в Тюменской области проходят отборочные соревнования к этим стартам. Мы решили узнать тонкости этого вида спорта. На поле две команды, в каждой по шесть человек. Играют два тайма по полчаса на площадке 55 на 40 метров. Это примерно третья часть футбольного поля. Порой спортивные страсти кипят так, что счет доходит до 120 очков. Цель команды нападающей ударить битой по мячу, чтобы мяч улетел настолько далеко, чтобы можно было перебежать на другую сторону поля. Она называется кон. Бьем мы из дома. Называется дом. Команда, которая стоит внутри площадки, команда защищающая должна этот мяч поймать и выбить игрока, который бежит внутри площадки. Чтобы играть в лапту, не нужен сверхсложный инвентарь. Всего-то мяч для большого тенниса и деревянная бита длиной от 60 до 110 сантиметров. Одежда игрока, футболка, шорты и самое главное – бутсы. Во время матча эти спортсмены бегают так быстро, что могут дать фору любому футболисту. А это главный залог победы в матче по лапте. И в женских, и в мужских командах игроки – это единый организм, и эмоции ему не чужды. Во время игры проявляются все, которые только присущи спорту. Страсть. Столя, бежать! 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 Досада. Строгость. По углам его распиливают. А еще у каждой команды есть свои приметы и традиции. Мы форму допустим после игр, не сравним только после соревнований. Особенно если победили, типа как бы победный пот, нельзя его смывать. У всех там, допустим, свои биты есть, кто-то их подписывает, кто-то там что-то крутит как-то, кто-то бутсы там нужно обязательно. Кому-то побриться надо, кому-то не надо. Ну и друг друга подбадриваем. Друг друга самое главное поддерживать, если где-то что-то не получается. В лапте есть свой сленг. Как и в любом виде спорта, в лапте своя терминология. Например, свеча – это мяч, пойманный с лету. Кон, город и дом – это части площадки. Но самое интересное словечко – это осалить. Когда игрок ловит мяч, допустим, он должен осалить и выбить игрока, бегущего. Немаловажно в лапте понимать жесты судьи. В общем, тонкостей достаточно, но от этого спорт только зрелищнее. В лапту играют не только в России. Без лапты не обходился ни один праздник на Руси. Однако в мире насчитывается более 70 видов родственников этой игры. Самая популярная из них, конечно, американский бейсбол. В Финляндии подобная игра называется писо-пало. В Англии – крикет. Кстати, скорость мяча в этих играх достигает более 150 км в час. Руси – крикет.